Привет, друзья! Подошел к концу супер-турнир, который, возможно, определит будущее шахмат, формат, новый абсолютно, и, я так понимаю, он понравился всем участникам. Хотел сказать без исключения, но, наверное, чемпиону мира немножко в турнир не зашел, но, скорее всего, не за организацией, не за формат, а из-за того, что он просто не мог играть в шахматы. Финалы сыграны, сейчас мы посмотрим, кто победил. Я думаю, что вы догадываетесь, кто у нас чемпион. Но некоторые результаты вас могут удивить. Поехали! Начнем с пенала. В пенал у нас вышли два сильнейших шахматиста мира. Очевидно уже, и как в нормальные шахматы, так и в шахматы Фишер ничего не поменялось. Хотя я в начале турнира говорил, что вполне вероятно, что для Фаби этот формат станет довольно тяжелым, потому что у него основной упор на дебют. Но и здесь он неплохо разобрался. Первую партию с позиции силы сделаны еще у Магнуса. Такой мини-силы, скажем так. Особого приключения не было. Во второй партии белыми он играл и начал с первых ходов давить. Дебют просто покажу первый ход. Ход G4 опять был сделан здесь. Почему я не показываю дебют? Многие просят дебют показать. И в этом, мол, и фишка вся заключается. Шахмат Фишера, фристайл, чест. Но на самом деле, как Магнус заметил правильно, и еще, кстати, в комментах писали, что вот Гроссмейстер и Лохи там на втором ходу делать ничью. Здесь Фаби сделал ошибку на первом ходу. Он пошел C6. Сильнейший ход был 3-0, защищая пешку B7. То есть белые напали на пешку B7. Нужно было 3-0 сделать. C6 уже довольно серьезная неточность. И конь теперь не выходит. И структура, которая получается, она в пользу белых формируется. Наверное, я прокручусь все-таки до того момента, который мне показался критическим. Но в целом я хотел заметить, точнее, со слов Магнуса хотел заметить, что в шахматах Фишера, возможно, не существует дебюта. Вот так вот. Потому что мы с первых ходов получаем незнакомый сложный митильшпиль. И приходится думать. И поэтому следуют ошибки уже на первом ходу, на втором ходу и так далее. Не потому что Гроссмейстер играть не умеет, а потому что действительно очень сложная паяцция, новая. И разобраться не так просто. Даже вот в этой паяцции у черных и C6, и конь C6, и 3-0. Может быть, конь... Ну, пешку B9 не стоит, там конь потеряется. Но в целом... В целом выбор большой. И действительно не так ясно, какой ход из них сильнейший, какой нет. Но вот C6 оказалась грубой неточностью. И после этого белые захватили инициативу просто везде. Конь C3 нормально вышел, а конь B8 толком не вышел. Пришлось какую-то смесь плохого каракана с плохихой французской получить. И надвинулся везде здесь Магнус. Поменял структуру выгодным образом себе. И получил проходную пешку. Спойлер, пешка пройдет. Конь B6, слон D3. Ферз заблокировал. Ну и белые здесь, естественно, на всех фронтах лучше стоят. И, кстати говоря, вот отмечу еще ход слон ядет. Очень классный. Фигура слона D2 особо не играет. Ну да, это на пешку G5. Но пешка G5, очевидно, хорошо защищена. Поэтому слона переводить на активную диагональ. Либо менять его. Ну, менять тоже в пользу белых. Потому что основной каракан здесь пешечная структура. Это пешки по белым полям. И тупейший слон C6, который остается. Поэтому чернопольный слонов нам выгодно поменять. Фаби здесь ринулся в атаку в какой-то момент. Пошел F5. F5, кстати, ход правильный. Логичный. Ну иначе бы просто загнулся. Тут уже белые где-то ферзь E5. Ладей F6 хотят пойти. Потом H6. Еще здесь могут накатывать. Потому что у них перевес просто по позиции фигур. Сказать так. Фигуры белых имеют больше перспектив. Поэтому они могут себе позволить надвигаться и там, и сям. И имеют перевес. Поэтому нужно что-то с этим делать. Пассивно стоять нельзя. F5 был правильный. Последовало ферзь E5. Надавили на слабость на пешку E6. И вот здесь, мне кажется, критический момент. Нужно было сыграть конь C4 после взятия. Я не знаю, что здесь Фаби зевнул. Ну, возможно, ему не понравилось, что пешка висит на E6 или пешка на E5. Но пешку на E5 забирать нельзя за E4. И потом после E мы не можем еще раз забрать. Потому что будет ладья E8 в ход. И будет провисать ладья. Ну и плюс пешка G там очень быстро пойдет. Белых просто хуже здесь. А если забрать на E6, то мы просто все меняем. И здесь выясняется, что после FG черных суперопасная проходная. И главное, что слон вошел в игру. Слон вошел в игру. Поэтому ходом конь C4 мы хоть как-то могли активизировать слона. Ну, белый, правда, не обязан набить. Можно ферзь E2 пойти. Но тогда даже ладья F6 пока как-то укрепляемся. И ничего откровенно страшного нет. Фаби сделал суперестественный ход конь E4. Казалось бы, здесь он укрепился. Коня мощного поставил. Но вот этот момент я именно выделил. Потому что здесь последовал сильнейший сотревом ход. На мой взгляд, неочевидный. Но очень сильный и красивый A4. Красивый, на мой взгляд. Я знаю, что, наверное, у вас другие вкусы. Но я вот такое понимание. Понимание я люблю в шахматах. Мне кажется, что здесь этот ход отдает пониманием. Грозит где-то конь B5. Может, просто пешку сейчас хотим надвинуть. Может, с этой коней 2 коней B4 есть маневр. И мы просто начинаем так обтекать этого коня. Частый пример в шахматах. Когда конь стоит красиво, но по факту особо ничего не делает. И мы начинаем его обходить с другой стороны. Ну, здесь надо было, конечно, пойти еще A6. И как-то прикрыть поле B5. И борьба еще впереди, в принципе. Фабия сделал вроде как естественный ход конь C3. Но он оказался откровенно неудачным. Да, чуть-чуть подпортила структуру здесь у белых. Но это не имеет большого значения. Потому что фигуры супер пассивные. И пешка на E6 все еще слабая. Пешка на E5 все еще слабая. И пешка аж еще жива, проходная. После разменов съел на F8 Магнус. И тут, кстати, Фабий задумался. Но я не думаю, что он зевнул следующую комбинацию. Но уже выбора особо не было. Владея F8 сильнейший ход, кстати, здесь король B2. Просто спокойный. Видимо, нету ходов просто у черных. Если пешку забрать на H5, то конь E6. И, к примеру, вот такой примитивный вариант теряется ладья. Поэтому по E7 тяжелейшая. А иначе белый пойдет с лон G6 следующим ходом. На E6 все еще висит. И ферзь в ауте полном. Материал здесь не имеет большого значения. Важнее намного активность фигур. И Магнус это прекрасно понимал. Фабий это тоже наверняка понимал. А пошел F8. По попыткам может где-то F4 прыгнуть. Но маленькая комбинация, друзья. Ферзь бьет C7. Конь бьет E6. Съели и H6. В итоге мы получили поицу с равным материалом. Но материал белых намного более качественный. В частности, пешка H6. И даже слон, наверное, можно сказать, что намного сильнее. Все еще слона на C6. Забрал пешку у Фабий. Даже на секунду у него одна лишняя. Но ладья E5 заходит. Сзади. На ладья G8, естественно, на H7 просто пойдем. Поэтому пешку не защитить. И приступил к сбору урожая здесь. Карлсон. Шахов несколько предсмертных дал. Попробовал здесь как-то активизироваться. Фабий еще пешку отдал. Но Магнус все съел. И в этой поице сдался. Сдался Фабиано. Магнус все еще сильнейший. Тут, я думаю, уже те, кто скептически к его последним результатам относились, заткнули рты. И насчет формата. Я в прошлом обзоре говорил о том, что организатор настроен по-серьезному. И у него большие планы. Судя по всему, он настроен еще более серьезно, чем он пару дней назад говорил. Вчера на закрытии он сказал, что он настроен сделать из этого тур из пяти турниров. По одному на каждом континенте. И что каждый турнир будет с призовым фондом миллион. Первый приз 300 тысяч. По-моему, на сегодняшний день аналогов нет с таким призовым фондом. И в комментах уже пошутили, что Магнус уже умножил 3 на 5 и еще на 10. Допустим, если на 10 лет вперед продлится этот тур. И, как я вначале сказал, возможно, возможно. Я вообще не исключаю то, что это будущее шахмата. Не могу сказать, что я сильно рад этому. Но сам по себе турнир шикарно совершенно организован. Судя по всему, все в восторге. И будем смотреть, будем смотреть. Может, мне тоже придется. Придется научиться играть в шахматы Фишера. Зачем тогда Паша? Мне, правда, он уже непонятно. Но Паша, извини. Мы переходим к полуфиналам. Там бились Абдусаторов с Араняном. Абдусаторов поначалу очень хорошо играл. Но потом проиграл Магнусу. Здесь играл с Араняном. Первую партию давил. Доигрался до выигранного энчпиля, друзья. Выигранного энчпиля. Но здесь нужно было 5. Не за пешками заходить, а активизировать короля. Попытаться. Король С2. Теперь, если забирает пешку, то Король С3. И следующий ход Ладья А6. Если черный ничего не делает. А если черный, допустим, Ладья Е2 ходит. То просто пока Ладья А3. И у черных неожиданно какой-то цук-цванг. Потому что король, видимо, должен отходить. А если Ладья Е1 сыграет, то Ладья А5, тогда уже и Король Д4, и пешка на Б2 не висит. Мы Ладью эту поставим на Б5. Пешку заберем и выиграем легко. Поэтому Ладейный здесь в случае взятия проигранный. А если Король Б4, наверное, это на Дербеку не понравилось. То Ладья Б6 шаг. И неожиданно Король тут попадает в матовую сеть. Король С3. Допустим, съели пешку. И Ладья Б5. Упс. И тут уже... Ну, можно, конечно, убежать куда-то на Б1. Но тогда пешка Б легко пройдет. Король Белых побеждает на Д4. На Е4 съедим. В общем, Белые побеждали в этом Ладейнике. Защиты не было. Но после Ладья А4 тоже вроде как естественный ход. Король Е4... А, пешка на Е4, то есть, висит. Но Король С4. Снова. Активность важнее материала. Теперь Король хочет пойти как на Б3, так и на Д3. Сыграно было Король А2, чтобы Короля на Б3 не пустить. Но после Король Д3 здесь очевидно, что у Черных как минимум ничья в кармане. И в итоге мы к этому пришли, что все поменялось. После А5 согласились на ничью. Ну, Король Черных проходит. Пешка проходит. Пешка Белых проходит. Все меняется. Заслуженная ничья. Ну, наверное, на Дербек не особо был я доволен. Но Аронян спасся. И Белыми пошел давить. Пошел давить. Следующая позиция у нас на доске. Тоже, кстати, как и в партии Каруана, здесь была ошибка, связанная с неправильной защитой пешки Б7. Фаби играл С6. И это было ошибкой. Надо было Конь С6. На Дербек сыграл Конь С6. А надо было сыграть С6. Потому что здесь Белые пошли Б4. И выясняется, что после Конь Б4, Ферк Б7, следующий ход А3. Просто висит Конь. И непонятно даже, что с ним делать. Поэтому забирать пешку нельзя. И тут на Дербек. Очевидно, он этот ход зевнул. Задумался на 15 минут. И сыграл для Б8. Но это пассив. И тут Аронян проявил себя во всей красе. Во всей красе. Съел на... Прорвался С5 ходом. И вернулся обратно на буты. Вот этот мне ход понравился. Конь С5 очень красиво выглядит. Но Конь на Д4 тоже действует на нервы. Ну и надо нам, конечно, линию С в идеале вскрыть. Открыть для Аладии. Поэтому такой ход назад. Вот он меня впечатлил. Примерно так же, как впечатлил ход Магнуса А4. Поменяли здесь еще линия А. Вскрылась. Мало ли что тут прилетит. Трекировка А4. Ну вот, конечно, опасно. Но Ферзь на Ж2 все держит. Черные фигуры пока очень далеки от того, чтобы создать какие-то серьезные угрозы. Поэтому Ладья 1. Ладья С1. И... Зашли. Попытался здесь на Дербе какую-то контратаку организовать. Но... Просто все пешки тупо съела Ронян. И... Тут еще в конце было симпатично. Е4 грозит мат. Ну, правда, Король Е1 спокойно убегаем. Но Ладья С1. Ферзь Е1. Ферзь Д1. Какие-то маты грозят. Ладья Е4. Мне очень понравилась концовка. Потому что после ФЕ... Ферзь Е4. Конь Е5. Последовало. Ферзь бьет Аш1. Отдаем Ферзя время. Но потом проводим нового. И здесь... Ресурсы исчерпаны. У Белых 4 лишних пешки. Сдался на Дербе после... После... После хода Ферзь Д8. Занимали в итоге третье место Аронян. Четвертое Адусоторов. Явно он был недоволен. На закрытии. Видно было, что расстроен. Шел очень хорошо. Четвертое место, наверное, не то, на что он рассчитывал. Но пока потеснить Корифеев не удается. Не удается. На первых трех местах у нас ветераны. Видно, что пока... Сильно им ничего не угрожает, скажем так. Битва за пятое место. Казалось бы, какая, знаете, пятое, шестое место. Но здесь в середине турнира организатор заявил о том, что будет серия в следующем году. И пять человек отбираются из этого турнира в следующую серию. Ну, здесь, конечно, организаторам виднее. На мой взгляд, это немножко странно, что пять из восьми отбираются в следующий этап. И больше ни у кого там толком нет возможности принять участие. Кстати, они сказали, что они звали Накамуру на этот турнир. Для тех, кто интересовался, но Нака готовится к турниру претендентов. Играя на Чизкоме и набивая рейтинг 3400. Вот. Поэтому, на мой взгляд, пять человек это перебор. Ну, здесь хозяин-барин. Хозяин-барин. Он, кстати, организатор все время сравнивает шахматы с Формулы-1. Говорит, вот там есть 20 болидов, 20 пилотов. И в эту кампанию 20 пилотов очень сложно попасть. Я не знаток Формулы-1, но, как я понял, его объяснение было именно такое. Поэтому в эти топ-8, которые будут приглашены на следующий год, тоже не должно быть легко попасть. Я за демократию, конечно, за отбор и так далее. Но, повторюсь, организатору виднее. Организует он шикарно. И, кстати, уже сказали, что, может быть, он раздумывает над тем, чтобы организовать матч на первенство мира. Фиде уже к нему обратилась. Посмотрели. Думаю, да, чувак реально соображает. Сделает конфетку из матча. И вполне возможно, что он на это согласится. Не знаю пока. Ладно, тем не менее, наш матч за пятое место. И здесь Гукиш Ди играет с Лерезой. И первая партия матча. Лереза давил всю партию, пожертвовал качество. Но поиться все еще не ясно. Нужно было смело побить на С4. Пока пешку Б5 брать нельзя. И за фермер Б5. И конь Ц7 в шах. Ну, точнее, даже конь Ц7 в шах. Сразу можно дать и выиграть ладью. Вот. Поэтому Б5 не висит. Надо было найти какую-то хладнокровно-компьютерную король А7. И вот я примерный вариант тут набросал. Что будет, если просто пешку вести вперед. Но ладья Б5. Ладья Б2 заходим. Именно куда бы король не пошел. Допустим, на Е3. Ферзь в 7. Пока пешку останавливаем. Ферзь в 2 грозит. Ладья сзади может встать. Это у черных, кстати, лучше уже. И потому что король Белок абсолютно открыт. Пешки пока никуда не идут. Ж5, Ж6. Это не точно надо было как в конь Д4 еще сыграть. Но тогда какой-то король Б6. Ферзь выскакивает. Сложнейшая оппозиция. Король Б6, видимо, с идеей ладья А8. И вот отсюда вести ладью в игру. Потому что основная проблема, очевидно, что ладья не играем. Но до короля А7 не додумался. Гукиш. Размет он, очевидно, видел. Но до короля А7 не додумался. Сыграл ладья А8. В цепноте их диком совершенно. И получил просто Ж6. Король Б8, Ж7. То есть тут даже напрягаться особо не пришлось. Али Рези. Единственное, что после контроля они прошли 40-й ход. Здесь наверняка искал что-то форсированное. Феруджа. Но спокойный ход ладья Б4. Сделанный после 15-минутного раздумия. Поставил все точки на 2. Потому что ладья не входит в игру. И мы готовы. А5, А6, А7. Спокойно вести пешку вперед. После Б6. Здесь обнаружился нюанс, что король немножко раскрылся. Поэтому поставил ладья Ф4. И ладья идет на Эпосе. Сдался. Сдался Али Реза. Ну и допустим ладья Б5. Ладья Ф8. Ф8. В этом идее, что пешка Б пошла вперед. Диагональ освободили. Сдался, правда, не Али Реза, а Гукиш. Но я думаю, что вы поняли. Вторую партию Феруджа сделал. Ничего с поездкой силы. Занимает он в итоге... Занимает он в итоге 5-е место. А Гукишуди придется пропустить, видимо, следующий тур. Я не думаю, что они снова позовут человека, который не отобрался. Но здесь уверенности у меня нет. Ну и последний матч, который, естественно, уже толком ничего не решал. Битва за последнее место. Кеймер против Динга. Кеймер, кстати, вообще не выглядит человеком, который на 7-е место здесь наиграл. Играл намного лучше. Но вот как-то в плей-офф у него не сложилось. Боевые матчи проиграл Роняну и Гукишу. Но в итоге пришлось биться с Дингом. Динг, естественно, деморализованный абсолютно. И первая партия матча. Белыми играет Кеймер. У белых уже большой перевес. Столовая пешка Е6. Король немножко раскрыт. Пешка... Конь на А6 тоже неудачно стоит. Но надо было хотя бы король Б8 сыграть. Где-то грозило конь Б5 и висел конец в 5. Ну, хотя бы уведи короля. Ну, конь в 5, правда, у белых есть. Пешку они потом забирают. Но без пешки, ну, хотя бы какая-то игра еще. Динг просто, не думая, сделал ход Б6. На тайминге еще обращаю внимание. Очень быстро играет. Видно, что... Давайте побыстрее уже. Давайте побыстрее. Б4 последовал. Ну, наверное, зелна-то. Тем не менее, несложно. Ферзь Е3. Просто висит пешка на Е6. Последовал Е5. Полный развал. Сдвоились. Ферзь Д3 еще на Е5 напали. Конь Ферзь Д6. Сдался Динг после размена. Пешка Ф сразу не теряется. Но здесь даже конь С4. Двойной удар. А на конь Д7 слон Э5. Добивание. Все. Теряется материал. На 26-м ходу признался... На 25-м даже признался во поражение Динг. Ну, и вторую партию. Очередной пример, когда человек не может абсолютно играть. Говорил уже до этого, что... Жалко его. Мне, по крайней мере. И надеюсь, он придет в норму. Но пока нормой даже не пахнет. То есть, здесь вот... Эта партия просто показывает. Гроссмейстер высочайшего уровня. Чемпион мира. Даже не пытается защититься током. То есть, здесь бойцы тяжелые. Конечно, конь на Ф3 доминирует. Ферзь не игры и так далее. Но... Проградит конь Д2 шах. То есть, надо куда-то короля выводить. Король Ц1 еще позволяла как-то держаться на плаву. То есть, мы хотим ввести... Ввести ферзя в игру. И на самом деле, вот 2-3 входа белым дать. Но у них уже будет более-менее нормальный бойцы. Хуже все еще, но терпимо. Король Ц1. Ну, несложный ход от Крена. Поставил король А2. Опять ни секунды не думал. Ну, 10 секунд продумал здесь Динг примерно. Получил А1Д2. Ну, и можно сдаться. Что Динка сделал через... Три хода. Ну, естественно, шахманных причин здесь особо нет. Психологически, физиологически. Один раз я видел, чтобы на видео улыбнулся Динг там за весь турнир. Хотя все остальные были на веселье, хотел сказать. Ну, в общем, получили удовольствие явно от турнира. Надеюсь, вы тоже, друзья. Подписывайтесь. 100 тысяч нам надо пробить скоро. И увидимся на следующих турнирах. Пока.